Илья Есимович, дорогой! Здравствуйте! Ну и куда ведь Господь привел нас? А! К Ивану Алексееву, знаете? А-а-а! Знаете? Вот! Вон, смотрите, на берег вся семья высыпала. Ага, вас ждут с утра. Ну, вот мы и дома. А дома встречают с песней. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Впервые здесь оказавшись, сказал, необыкновенный какой-то, даже воздух, он другой. В живописном Волжском уголке Ширяева праздник. В честь дня рождения Ильи Репина фестиваль с мастер-классами и театральными постановками. Здесь учат мастерить. Что плетете, мастерите? Мы учимся, осваиваем, да. Это вышивка по филейной сетке. Сначала мы плетем вот такие вот сеточки, а потом натягиваем их в пальцы и по ним уже вышиваем. И получается вот такое вот волшебство. По всему дворику музей, а он не маленький, растянулись фотовыставка волжских пейзажей и арт-объекты. Не все из них однозначны. Например, вот этот, под оправдывающим себя названием «трэш-арт», авторы решили заменить краски старой одеждой. Таких необычных скульптур, которые хочется рассматривать, здесь много. Этот арт-объект называется «Дом наизнанку». Он состоит из 288 вот таких вот маленьких дощечек, на которых взрослые и дети рисуют все то, что накопилось внутри. Начали этот проект еще на фестивале «Чистый репин». Но он настолько понравился туристам, что решили не бросать начатое. Ширяево и музей-усадьба Репина не пустуют никогда. Летом здесь особенно многолюдно. За сезон в живописное село приезжают более 10 тысяч туристов, не считая тех, кто облюбовал место для выходных на природе. Самарцы такое соседство ценят. Из Тольятти? Как вам вообще? Нам очень хорошо. Мы каждый год здесь бываем. У меня здесь дача. Поэтому каждый год приезжают. Приятенца пригласила тоже на праздник. Ну, а такая красота, такая атмосфера хорошая. И вообще, Лея Фильч Репина. Во дворике музея слышна иностранная речь. Сюда приезжают из Германии, Франции. Гости проникаются атмосферой по Волжье и понимают, что выбор места для отдыха художника был не случайен. Мария Левина, Василий Кладошов. События.